Добрый день, тестируем новый софт, будет новый звук, новая картинка, новая программа для записи. А самое главное, что все полностью новое железо, поменяли новое железо, поставили максимально возможное, которое с максимальными параметрами, купить на этом рынке, чтобы обрабатывать еще как минимум дополнительных 5 блоков по 30 счетов клиентов. Ситуация такая, что просто оказывается мы уже уперлись в параметры возможные по железу, хотя компьютеры покупали только летом. Слава богу сейчас подешевели самые последние видеокарты, то есть майнеры все-таки отстали от RX3070 и мы заменили полностью железо. И у нас, да, мы можем теперь еще, да что там 5 по 30, в принципе можем столько взять сколько хотим, обработка данных пошла очень быстро. Поговорим сегодня о Nordic American Tankers, Nordic American Tankers вместо расходящейся формации. У нас получилось мышеловко, у нас получилось мышеловко, то есть компания просто стала выпускать акции столько, сколько люди захотят эти акции купить. То есть ситуация такая, что давно бы мы уже улетели, но только это все против правил самой компании, которая включила АТМ. И мы думали, что они остановятся на 30 миллионах акций, но видимо у них аппетиты совершенно другие. И эта мышеловка, она не потому, что компания прям так хочет поиздеваться над своими акционерами, она конечно хочет над ними поиздеваться над акционерами, да. Но здесь есть еще другая ситуация с выпуском этих акций. Когда компания без депутатской задолженности с действиями самой компании на рынке, когда все рушится, пришла вниз и по любым ценам выкупали акции. Почему я сказал, что ведь очень просто сделать по 4-5 продать 100 миллионов акций, сделать 250 миллионов акций, сделать миллиард активов с нулевой задолженностью стоит по железу 4-5 по танкерам. Ну как бы и будет все в порядке, не будет этой ситуации, все это я размышлял, как выгодно для акционеров. А мир сильно изменился и совершенно другие правила. Правила теперь работают в пандемию, 2 года пандемии, акции рушатся, мир рушится. И те, у кого есть деньги, выкупают просто эти акции и выкупают их в огромном количестве. И чтобы защитить свою компанию, ее нужно сделать неприглядной для инвестора. Неприглядной для рынка. То есть делать такие отчеты, чтобы инвесторы не хотели ее покупать. Почему? Потому что иначе по дешевым ценам выкупят твою компанию, ты перестанешь быть собственником, перестанешь управлять ей, владеть ей, принимать решения. Поэтому и делают, выпускают и специально давят рынок и ведут себя как дураки. И делают, и теперь уже неохота ренты ждать, потому что другие компании в 2-3 раза снизились. И получается можно частично безболезненно перейти в другие компании, потому что у других компаний потенциал роста скажем 80%, а у этой компании потенциал роста 50% или 30%. И ты понимаешь, что там мозг так сильно не клюют инвестору, как клюют его здесь, в этой мышеловке. А почему? Потому что не очень большая, как говорится, капитализация. И если вести себя правильно и честно подходить к инвестору, то давно бы акции были в нужных руках, давно бы не было задолженности, стоили 4-5, нужно было возвращать дивиденды, подрастут немножко ренты. И уже переставать иметь подавляющее количество голосов там на собрании, все такое прочее. Я смотрю это не только в Nordic American Tankers, в некоторых других компаниях. Ситуация такая же, единственная, что NM он конечно отскочил на свои 30%, несмотря на то, что он упал, там его лихорадило, все. И там ситуация обратная, там забирают в свои руки, говорят, мы будем крепко держать, неприглядность у нас на уровне посередине, и поэтому мы конечно выживем, но много вам не дадим. А когда не получилось, то компания NNA была просто с рынка выкуплена, да, когда не получилось. А здесь ситуация такая, до последнего будем делать компанию неприглядной, просто будем лить в рынок акции столько, сколько нужно, а эти деньги беспощадно тратить на всякую, ну грубо говоря, ерунду, чтобы компания еще была более неприглядной до того момента, когда ренты не вырастут. А когда ренты вырастут, мы тут же поменяем политику, тут же улетят, но компания останется у нас под контролем. Потому что если делать ее приглядной для рынка 2030-2040, то компания просто бы уже перестала контролироваться теми людьми, которыми она сейчас контролируется. Поэтому новые тенденции у нас, новые, как говорится, правила игры, я уже говорил о том, что отчеты перестали считать, неправильные, понимаете, все-все-все. Это смысла в этом нет, потому что там владельцы давят. А здесь, какие бы ни были перспективы, они могут захлопнуть вышеловку, главное тут по срокам, ведь они могут ее через 3 месяца вышеловку открыть. Через 5 могут свозить на доллар 50, а могут не свозить, а могут на доллар 20. То есть уже понятно, что тенденция делать компанию неприглядной для инвестора, душить и не выпускать. И давить огромным количеством акций, это эмо, потом начать январь, февраль, снова продолжать выпускать акции, еще 30 миллионов акций выпустить. Пусть даже немного при этом погасив дебиторку, но где-то используя нерационально это средство, чтобы показать. Ой, смотрите, у нас будет в будущем и все хорошо, но сейчас к нам не лезьте, сейчас мы вот такие стрёмные, вы по этой цене нас не берите. То есть все делается для неприглядности, а главное неизвестно, когда это кончится. В других компаниях, если прогнозируется, что, грубо говоря, 80% минимально ты получишь к лету, к осени, да, если совсем даже все будет плохо. А может быть и гораздо раньше получишь первые 50, когда просто пандемия закончится или хоть какой-то позитив на рынке хлынет, и потому что компании уже сильно отпадали, но там нет накачивания вот этой вот антиинформации. А здесь сплошная идет антиинформация, мы ведем все как дураки, мы тратить будем, мы тут, мы и мы сям, то есть все тут уже понятно. Мышеловку будут держать, выпускать акции до тех пор, пока уже ренты совсем, я не знаю, до небес не вырастут, когда невозможно будет это все сдерживать. Но главная задача не отдать компанию посторонние руки. Если посторонние руки сейчас сильно вошли, их долю будут размывать, 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 чтобы она снова стала в пределах нормы выпускать, выпускать. Люди будут покупать, покупать эти акции, им их будут давать, 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 давать. И будут делать это, грубо говоря, бесконечно долго, потому что, а что, почему нет, тебе дают деньги, ты выпускаешь акции, тебе снова дают деньги, ты выпускаешь снова акции. Компания по-прежнему неприглядна, доля по-прежнему разводняется, лишь бы не потерять контроль над компанией. То есть контроль над компанией, это наше все, чтобы не отжали бизнес. Они-то понимают, что пандемия, собственно, ее цель основная какая была? Ее цель основная была делать так, чтобы эти бизнесы, как можно больше их в разных местах, эти бизнесы отжать. Ну и вот каждый борется с этим, собственно, по-своему. Всего доброго, спасибо за внимание.